Добрый вечер! Вы смотрите программу Вести Хакасия в студии Татьяны Донцова. И коротко о главном. Шокирующее соседство. В квартире многоэтажки обнаружены тела умерших матери и сына. Увлекательное фермерство. Животноводы Хакасии осваивают гранты Министерства сельского хозяйства. В память погибших при защите Отечества в Абакане началось строительство нового мемориального комплекса. Прокуратура Абакана встала на защиту инвалидов. Речь идет о выделении бесплатных земельных наделов. Ранее городской совет депутатов ограничил число тех, кто может получить участки по строительству. Прокуратура же посчитала, что это противоречит федеральному и республиканскому законодательству и подала в суд. В проблеме разбиралась Ольга Стельмах. Земельный бум в Хакасии превратился в борьбу за участки. Дефицитные на землю муниципалитеты решили вопрос по-своему. Так горсовет Абакана ввел дополнительные условия и теперь в столице республики выделяют землю в первую очередь далеко не всем льготникам. К примеру, инвалиды, прежде чем рассчитывать на бесплатный участок, должны доказать, что нуждаются в таком подарке от мэрии. Прокуратура с решением депутатов не согласилась. Это идет вразрез с федеральным и региональным нормам. Подала протест. Полагаем, что ущемляются права инвалидов, права социально незащищенной категории граждан. И сегодня огромный пакет документов, нормативно-правых актов, законов на федеральном и региональном уровне принимаются как раз в защиту прав инвалидов. Мечты о собственном доме на земле Анатолий Инкижеков отложил до лучших времен. Инвалид второй группы сегодня делит квартиру с семьей брата. 32 квадрата на четверых. Мне все-таки хотелось жить отдельно, потому что мы уже взрослые люди, у него своя семья, у меня свои жизненные взгляды на будущее. И я бы хотел уйти на землю, построиться. Однако по закону в улучшении жилищных условий мужчина не нуждается. А значит, по новому порядку земельный участок он получит не скоро и лишь на общих основаниях. Вот мы как бы льготники, нуждающиеся в земле, а мэрия ограничила выдачу земель. Вот и я бы хотел задать им вопрос, почему? Если вы инвалиды, значит теперь вы не то что отбросы, а как бы ненужные люди, что ли? Так получается. Депутаты настаивают на своем. Протест отклонили. Впрочем, прокуратура такой исход ожидала и уже подала документы в суд. Каким по счету на землю встанет Анатолий Инкижеков и подобные ему, теперь зависит лишь от судебного вердикта. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести, Хакаси. Сегодняшнее заседание городского совета депутатов Абакана было последним. Сессия длилась меньше часа, в повестке всего шесть вопросов. На этом народные избранники уходят на каникулы. А после принимать решение будет уже новый созыв. Депутатов жителям Абакана предстоит выбирать в сентябре этого года, в единый день голосования. По предварительной информации, более половины действующего депутатского корпуса вновь выдвинет свои кандидатуры на места в горсовете. Точно известно одно. Обновленный состав останется без прежнего руководителя. Зинаида Теллина, возглавляющая совет депутатов Абакана, не станет участвовать в предвыборной гонке. Об этом она заявила журналистам. Я для себя уже два года назад решила, что на выборы я больше не пойду. Ну, я думаю, что достаточно. Достаточно. Я была депутатом Верховного совета, была депутатом трижды городского совета Абаканского. Поэтому думаю, что надо ставить точку. Абаканские следователи устанавливают причины смерти двух человек. Тела мужчины и женщины были обнаружены в одной из квартир дома по улице Карла Маркса. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия. И о том, что уже известно к этому часу, Юлия Константинова. Сообщение о неприятном запахе. В подъезде этого многоквартирного жилого дома, который поступил в дежурную часть, было анонимным. Кто-то из соседей позвонил. С верхних этажей, где дышать стало просто невозможно. Опербригада взломала дверь и обнаружила трупы двух человек. 81-летней женщины и 51-летнего мужчины. Предположительно, тела пролежали около двух недель. С гнилостными изменениями, без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, женщина проживала в квартире с сыном. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Женщина была инвалидом и самостоятельно не передвигалась. Василий Мужайло живет рядом с опечатанной квартирой. Рассказывает, переехали сюда мать и двое взрослых садовей несколько лет назад. Жили спокойно, не доставляя неприятностей жильцам подъезда. Старший умер год назад. По словам соседа младше, в последнее время вел себя спокойно и пьяным его почти не видели. С тем, так сказать, мужчиной, который вот здесь жил в последнее время, я контактировал. Да, достаточно адекватно. С мамой нет, потому что она давно уже лежала. Петро за мамой ухаживал, достаточно уже несколько лет. Сюда и медицина поступает всегда. Так что, скорее всего, как я понимаю, или отравление, скорее всего. Потому что ничего не слышно было. Абаканский следственный отдел проводит проверку по данному факту. Назначено судебно-медицинское исследование. Определяется причина – давность смерти мужчины и женщины. По результатам будет принято решение об отказе или возбуждении уголовного дела. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200, Хакасия. В Хакасии вновь орудуют мошенники, причем, возможно, это жители других регионов. Последний случай произошел в Абакане. Фирму по доставке канцелярских товаров позвонил клиент и представился сотрудником прокуратуры. Сначала он попросил оператора доставить в учреждение канцелярию, но немного погодя поменял планы. Заказал дорогостоящий коньяк и продукты питания. Когда водитель фирмы уже был в супермаркете, с ним снова связался клиент и сказал, что сотрудники уже сами купили алкоголь и закуску. Вместо этого он попросил положить денег на различные сотовые телефоны через банкомат. В итоге водитель перевел на счета восьми абонентов из Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону 35 тысяч рублей. Когда же мужчина приехал по назначенному адресу за своими деньгами, удивленные сотрудники сообщили, что никому не звонили с подобными просьбами. Номер абонента сразу стал недоступен. Потерпевший обратился в полицию. Известно, что сим-карта, с которой звонили в Абакан, зарегистрирована в Краснодаре. Мужчина, решивший отдохнуть на Калининском карьере, лишился своего автомобиля. Угонщик завладел иномаркой, угрожая водителю осколком стеклянной бутылки. Полицейские ввели план перехват. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Арджиенкидзевского района. Спустя почти месяц злоумышленник был задержан. Автомобили, похищенные вещи возвращены владельцу. Грабителю грозит до 7 лет лишения свободы. Сутки в Хакасе искали пропавших детей. Заявление в полицию поступило в понедельник. Два брата 11 и 13 лет воспитываются в полной семье, которая проживает в Аскизском районе. Каждое лето отец уезжает на заработки в Устебаканский район. В гости к отцу и запросились мальчики. До тепличного комплекса, расположенного в районе станции Ташиба, братьев довезли родственники, передав отцу из рук руки. Однако долго гостить подросток не захотели. Отвезти их домой мужчина не смог, дети ждать не стали и, ничего не сообщив отцу, пошли назад в родное село. Мальчишек нашел участковый по дороге домой, в нескольких километрах от села Сафронова. Ранее братья никогда из дома не уходили. Свой поступок мотивировали тем, что хотели вернуться к друзьям и соскучились по маме. В Хакасии появится мемориальный комплекс, посвященный памяти защитников Отечества всех времен. Он будет расположен на известной в Абакане горе Самохвал. Сегодня туда поднялась техника, чтобы освободить площадку для будущего строительства. На месте побывал Алексей Гончаренко. Склон горы Самохвал бороздит мощная землеройная техника. Скальный грунт подается с трудом, но буквально через год эта местность преобразится до неузнаваемости. От подножия к вершине проляжет линейная композиция с входом через большие ворота. За ними будет лестница молодоженов, аллея памяти, площадь скорби и печали. И увенчает весь комплекс восьмигранная площадка для митингов и ритуальных церемоний. Мемориал будет посвящен памяти всех воинов за родину, сложивших головы на полях сражений. Три года назад здесь была установлена стела героям Великой Отечественной войны. На фронт из Хакасии ушли 70 тысяч бойцов. Из них 40 тысяч домой не вернулись. Не ограничиться стелой, а создать мемориальный комплекс, который должен был бы посвящен памяти всех воинов. Независимо от времени, от всех эпох поставить такую память. И вот, если вы видите, там начинается вот этот мемориальный комплекс с фигуры древнего воина, не в самом низу, и постепенно поднимается, и на вершине стоит фигура уже современного воина. Инициатор создания мемориала – совет старейшин хакасского народа. Выбор места под строительство зависел от многих факторов. Вся композиция, а ее площадь свыше 20 тысяч квадратных метров, разместится между двух древних воинских захоронений. И именно отсюда красивый вид на город Абакан. Авторы проекта дополнили идею, предложив, к примеру, яблоневую аллею. В проекте заложено 42 таких дерева, плюс березы в определенном количестве и различные кустарники. Становились на яблониках, символе жизни, которая возрождается и цветет каждой весной. Как бы мы на яблоне становились. Здесь вот другие деревья у нас немного есть. А вот эта территория предназначена для посадки деревьев от родов хакасских. Здесь они будут по своему усмотрению уже деревья посаживать. Сметная стоимость работ почти 40 миллионов рублей. Из них примерно четвертая часть уйдет на создание скульптур. 28 миллионов рублей без учета как раз скульптур. Они будут выполнены из бронзы и порядка еще 10 миллионов придется как раз потратить на эти скульптуры. Причем мы с главой обсуждали несколько вариантов. Был мраморный вариант, но все-таки сошлись на том, чтобы сделать более дорогую версию, потому что она будет, во-первых, очень хорошо смотреться, а во-вторых, будет гораздо дольше стоять вот именно в таком бронзовом исполнении. Ровно год назад в июле месяце рассматривались варианты проектов, представленных на конкурс разными авторами. Год спустя начались работы. В конце 2014-го комплекс, как планируется, будет создан полностью в канун юбилея победы в Великой Отечественной войне. По одной из версий это будет Поклонная гора. Именно так предполагается называть будущий мемориал. Алексей Гончаренко, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Завтра в Хакасии будет отмечаться День Республики. К этой дате приурочено вручение государственных правительственных наград. На торжественное собрание, которое состоится в драмтеатре, пригласили лучших представителей разных профессий. А в 7 часов вечера на Первомайской площади состоится праздничный концерт. К 22-му дню рождения Хакасии свои выступления подготовили творческие коллективы всех муниципальных образований, а также республиканские исполнители. Кроме того, на Первомайской площади будут работать торговые павильоны и выставка продажи изделий мастеров народных промыслов. Закончится праздничная программа пейерверком. Гранты Министерства сельского хозяйства работают. Местные фермеры уже оценили такую финансовую поддержку. Причем выигрыши прежде всего обычные потребители республики. Конкретный пример взаимодействия власти и села в материале Алексея Баинова. Александр Баев считается молодым фермером. Официально оформился лишь два года назад. До этого времени был просто частником. Выкупил несколько земельных паев возле родного села Усть-Хайза. Начинал с пяти кроликов, двух лошадей и списанного трактора, восстановленного своими руками. Постепенно хозяйство росло, захотелось новой техники. Вот и пришлось стать фермером. Получил грант Министерства сельского хозяйства. Купил два новеньких трактора. Сегодня у него больше 30 лошадей и около сотни коров. Однако от разведения кроликов не отказался. Дело того стоит, особенно если без клеток. У меня есть одна клетка, да, в нее нужно поставить водички, поставить это, ее нужно почистить, туда нужно положить травы. А тут у меня вот поилочки, овес, все это в одном. Я вижу, как развивается, как двигается кролиха, какая сукотая, какая не сукотая. При таком методе приплод составляет 20 и более крольчат в одном помете. За летний сезон Баев может получить около тысячи животных. И это живые деньги, которые можно направить на развитие дела. А денег требуется много. Недавно пробурил свою скважину. Почти 150 тысяч рублей. Сейчас строит зимник для отела. Свободное содержание Александр предпочитает для всех животных. Два табуна по 15 лошадей сейчас в тайге. Жеребцы сами выбирают места кормежки и отдыха, и при этом не пересекаются. Во избежание борьбы за власть. На базе сейчас лишь несколько лошадей, которых не принял ни один табун. У животных бывает и такое. В коровьем стаде есть и сементалы, и гирефорды. Из-за малой цены на молоко пришлось перейти на мясное животноводство. А мясо продавать напрямую, без посредников. Просто смотрите, насколько фермера насыщили рынок Абакана. Я помню первые ярмарки, которые люди хватали на расхват натурально свежего мяса. А теперь они приходят на ярмарку и говорят, вот вы нас сами исповадили. То есть они выбирают, они уже знают, что через месяц будет следующая ярмарка. Они берут себе то, что им нужно, и свежее, и с первых рук. Александр Баев считает, что так может жить не каждый. Работа тяжелая, без выходных. Упустишь погожий день, уйдешь в зиму без кормов. Да и работников завлечь тяжело. Люди привыкли к комфорту и не торопятся в таежной угодье. Но только так, говорит он, может и должен жить настоящий хозяин. Хозяин своего дела. Слет школьных лесничеств прошел в Таштыбском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Серебряный ключ». Мероприятие проводится каждые два года. В этот раз в конкурсе участвовали 13 команд. Не только из нашей республики, но и из Красноярского края. Юные лесоводы соревновались в знании ботаники и зоологии. Школьники без компаса определяли стороны света, составляли прогноз погоды по народным приметам, а также показывали свое умение действовать, оставшись один на один с природой. К примеру, разводить костер, строить шалаши, даже обеззараживать воду. А также отличить съедобные растения и грибы от ядовитых. Вот этим конкурсом проводим итоги работы школьных лесничеств наших. Это то, что мы за два года обучаем навыкам и знаниям в лесном хозяйстве наших школьников. Этот слет у нас уже девятый. Мы раз в два года проводим. Я думаю, что в дальнейшем будем так же его проводить. Но это очень хорошее мероприятие на уровне республики. Движение по трассе Енисей может быть затруднено. Это связано с ремонтными работами, которые ведутся сразу на нескольких участках. В общей сложности будет приведено в порядок 48 километров. Сегодня дорожники работают возле села Троицкое Баградского района. Когда стоишь рядом с только что уложенным асфальтом, слышно, как он шипит и трещит. Температура смеси высокая, плюс мощное давление катков. Новый слой асфальта толщиной в 3 сантиметра здесь укладывают на старое полотно. Оно в хорошем состоянии. По словам специалистов, ему не страшны нагрузки в десятки тонн. Но на других участках, где верхний слой поврежден, потребуется более основательный ремонт. В селе Знаменка дорожное предприятие имеет свой завод, который производит асфальт по современным технологиям. Мы в 3-4 года приобрели установку по выпуску битумной эмульсии. Она также используется при этом ремонте у нас. В этом году установили установку по выпуску битумной мастеки. Она также используется в процессе разных работ. Последние 2-3 года началось стабильное финансирование, которое позволяет содержать дорогу в порядке. Такое положение дел устраивает и дорожников, и Федеральное управление автомобильных дорог. У нас одно время были однолетние контракты, что неудобно. Каждый год процедура торгов, подрядчик мог поменяться и все остальное. Сейчас, в связи с тем, что у нас в стране восстановили дорожные фонды, финансирование стало стабильным по годам, появилась возможность заключить контракты на 5,5 лет. То есть подрядчик выиграл этот контракт, он в течение 5,5 лет работает на дороге и занимается ее эксплуатацией и содержанием. Контракт предусматривает обслуживание трассы от границы с Красноярским краем до участка за Минусинском. Деньги в договоре прописаны на весь срок, и дорожники уверены в завтрашнем дне. Это означает точное расписание работ, новую технику и качественное содержание всей автотрассы. Елена Крылова, Алексей Баинов, Алексей Голубев. Вести Хакасия. Таковы все новости на сегодня. Напомню, телефон редакции Вести Хакасия 22-72-82. Мы ждем ваших звонков. Всего хорошего. До свидания.